Здравствуйте! Мы с вами находимся в таком выставочном пространстве, которое называется Негосударственный нерусский музей. Меня зовут Рубен Монахов, я художник, и мы одновременно с Негосударственным нерусским музеем находимся в моей мастерской, в которой находится Негосударственный нерусский музей. Я вообще здесь выставки начал еще раньше делать. У нас здесь была выставка Иры Васильевой, Костя Полякова была выставка здесь. Ну, моя, разумеется. А в апреле 2019 года мы с Сашей Дашевским объединили усилия. Я окончательно превратился в музейную бабушку, а он стал куратором Негосударственного нерусского музея. И примерно раз в три недели моя мастерская превращается в выставочное пространство, которое можно всем посетить и посмотреть выставки замечательных петербургских художников. У нас довольно специфичные условия того, что здесь происходит и как. И, соответственно, каждый автор, который сюда приходит, он приходит с каким-то проектом, который реализуется в этом пространстве. Это, как правило, цельное всегда художественное высказывание лаконичное, которое каким-то не просто картинки развешаны по стеночке в ряд, а каким-то интересным образом еще и показано. Ну и плюс, конечно, мы немножко похожи на контактный зоопарк, потому что у нас одно из условий того, что автор всегда находится на выставке. То есть можно, придя на выставку, не просто посмотреть искусство, но и познакомиться с самим автором, потыкать его пальчиком и всячески пропитаться его искусством. Ну вот сегодня у нас Валера Грековский со своим прекрасным проектом, который, я так понимаю, сейчас увидите уже все на экранах, а еще лучше, если кто-то успел увидеть его живьем у нас. 19-20 марта у нас будет выставка Александра Горынина. Очень рекомендую, будем рады всех видеть. Подписывайтесь на Негосударственный Нерусский музей в Фейсбуке и в Инстаграме, и будете знать о всех наших предстоящих мероприятиях и выставках, что мы делаем. Нерусский музей в Фейсбуке и в Инстаграме в Фейсбуке и в Инстаграме в Фейсбуке. 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 неизвестных мне товарищей, которые в журнале сделали публикацию, сделали видеосюжет об этом. И, наконец, я подумал, что логично как бы вишенка на торте это реальная выставка в реальном пространстве. Наконец, когда этот проект можно вытащить с полки. 23 года он лежал у меня на полке и покрывался пылью. Периодически его доставал, показывал друзьям, если хотел на девушек впечатление произвести, читал им что-нибудь, какие-нибудь отрывки. А здесь это первый случай, когда за 23 года первый случай, когда он, наконец, вынесен в публичное пространство. Завершение производственного цикла, когда проект сделан, продуман, существует в цифровом виде, он существует в виде публикации, а теперь он еще и в реальном виде. Вот, висит на стене музея. Шутка сказать, представляете? Вот. У меня технический вопрос. А что, девушки, разве они не разбегаются от Беккета? Нет. Девушки не разбегаются от Беккета. Девушки первые две минуты слушают, а потом внимают интонациям, эмоциям, и в принципе, им все равно, что Беккет это, не Беккет это. Проверено за 23 года. Если вы хотите иметь успех у девушек, читайте им Беккеты. Ощущается ли здесь пульс культурной жизни? Ты чувствуешь, что это пульс культурной жизни? Да, конечно, однозначно. Прекрасно ощущается пульс культурной жизни, именно здесь и раздается в особенно отчетливое биение. Я чуть подробнее перевел нас, а то точнее. Как вот этот Беккет, понятый Валерием Грековским, через графическую серию, через какой-то неизвестный мне альманах Легбес, вот насколько он аутентичен этому европейскому чувству театра абсурда, этому ощущению того, в каком мире безумном мы живем, именно сейчас. Это факт, фатиганки я компрендую. Фатт, 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 фатт. Преста, преста, преста. Не знаю, это было что-то европейское аутентное, что-то в нашем мире, где мы живем сейчас. В Европе лично не чувствует Рикардо здесь, но он видит настоящая санкт-петербургская искусство, не потому что Европа чем-то плоха в искусстве, только потому что каждая его нация, на его взгляд, каждая культура, имеет свои собственные таланты. И однозначно в Валерии это все есть. И первое впечатление, которое было у Рикардо, когда он вошел в это типичное такое место, он получил эмоции, которые, понятно, что естественно, позитивные, даже несмотря на то, что, может быть, какой-то человек сказал бы, что черные, как правило, характеризуют негативные эмоции. Но эти фазы жизни, которые Валерии передал, и с текстом, и, понятно, с визуальным изображением. И то, что прочувствовало Рикардо, это именно самого автора. Тот, кто знает его, сможет понять фазы жизни, Это не была, понятно, простая, какая-то банальная жизнь, вот так вот, одной знаменитой. Это была жизнь, конечно, с проблемами. Жизнь с какими-то, возможно, проблемами. И каждая проблема передается через искусство. И для тех, кто, естественно, понимает в искусстве, Рикардо не эксперт в искусстве. Он адвокат, а не искусствовед. Но он может сказать что... Он может сказать что... ...си comprende, anche для меня, что я профессор в искусстве. То есть даже для него, несмотря на то, что он профессор в искусстве, ему понятно... ...соединение, у talent, у нас синхрония и красота, и талант, и синхронизация. Синхронизация. ...и туты лэ фази к венгоно дизеняте и, обвялmente, скритте anche кол францезе. Всех, понятно, как раз все фразы, которые даже не на французском написаны. И Рикардо все это... ...соно belle. Я posso dire che è un'arte bella. Это красивое искусство. И, по конкуду, И, в заключение, ...со posso дарь моё consiglio... Если Рикардо может дать свой совет. ...но metterei эта типология Как прекрасно слушать итальянскую речь. Я считаю, что есть только одно великое искусство. Это опера итальянская. И только один язык для того, чтобы о настоящем искусстве говорить. Это итальянский язык. Дорогие друзья, если вы его ещё не взяли, не выучили, немедленно принимайтесь за словари. Сейчас же идите в магазин за русско-итальянским словарём. И тогда вы будете всё понимать уже без перевода, так же, как чувствует само искусство. Субтитры сделал DimaTorzok